Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! По традиции начнем с обзора рынка недвижимости. Насколько все стабильно? Алекс, расскажите про фрихолд. Количество сделок было больше в мае месяце этого года, чем в мае прошлого года. В июне сейчас немножко чувствуется охлаждение, скажем так. Количество продаж поднялось, но цены не так сильно поднялись все-таки по отношению, так как поднялись продажи. Вызвано с тем, что просто наконец-то рынок вышел именно на стабильную фазу, что количество предложений и количество покупателей примерно сбалансировано. Но везде, естественно, в разных районах по-разному. Недавно мне выпала карта интересная, где я посмотрел, как изменились цены за последние два года. И вот если взять, например, в ООН или Ричмон-Хилл, там где-то от 20 до 30 процентов цены упали за последние два года. В Витбе видел 15 процентов, в Калейдоне 6 процентов, в Берин поднялись на 7 процентов. Все равно дороже, чем было два года назад. Да, да. Три года назад я купил дом за 380 тысяч, банк мне сейчас оценил его в 500, это банк оценил. А реальная цена продаж? А реальная, я думаю, что где-то 520, где-то его реальная цена. С 380 на 520, 140 тысяч, это очень много. И в принципе обуславится это тем, что там можно купить affordable жилье, то что называется, и для инвестиций, и для себя. А ехать не так далеко, до Берии час езды. Другая вещь, что происходит сейчас, это стабилизация моргиджей. Банки сейчас звонят своим клиентам, у которых variable mortgage, там 3.4. Я только хотел сейчас про себя расскажу. 3.4, они звонят и предлагают закрыть на 2.97. Банк идет заранее, зная, что он теряет. Почему это происходит? Во-первых, это происходит, потому что они знают, что сейчас, когда подойдет обновление моргиджа, то они могут потерять клиента, потому что он может перейти в другой банк. Найти где-то более лучший уровень. Ты сказал в точку, я про себя хочу сказать, что у меня несколько моргиджей в TD, и это все rental property, да? То есть rental property всегда ставка чуть больше, чем primary, да? Так вот, я получил звонок две недели назад, мы предлагаем ваши все моргиджи закрыть точно, как ты сказал, на 2.97. Понятно. Я поехал и закрыл. Это 3 года, фикс рейт, 2.97 шикарно. А на primary TD сейчас дает вообще 2.69. Да, 2.69, 2.84, зависит от сколько лет берешь. Почему это происходит? Во-первых, это говорит о том, почему ставки, ставки вот именно постоянные, они ниже, чем variable. Потому что рынок думает, что все-таки интерес пойдет вниз, и кроме того, бонды очень низкие сейчас. То есть это говорит вообще о том, что у нас экономика нестабильная. И я так подразумеваю, что и в Америке, и в Канаде интерес, да, пойдет вниз. Потому что долг у нас колоссальный, и у нас, про американцев я вообще молчу, и каждое поднятие на 0,25%, это добавляет миллионов долларов в долг. Это громадные деньги. Поэтому то, что сейчас все говорят, вот экономика стабильная, безработица падает, вы же видите, что происходит. Посмотрите в новостях. Там закрыли, завод закрыли, там увольнение. Алекс, я не совсем согласен с тобой, потому что что-то закрывается, что-то открывается. Хай-тех сектор очень... Хай-тех это не то, что держит экономику. Это не то, что держит канадскую экономику. У нас хай-тех, ну есть даунтаун немножко хай-тех, это не может держать канадскую экономику. Но нельзя, но 35 миллионов населения, это несравнимо. Да, хай-тех, вот если взять Израиль, там да, действительно, там 50% людей в хай-техе. Здесь, да, это развивается, но тем не менее, бомбардировщик уволил 5000 человек. Верайзен сейчас увольняет несколько тысяч человек, Верайзен в Америке. Дженнил Мотор закрылся. Очень много ритейл-стор закрывается. То есть есть какие-то движения. Это не значит, что будет кризис. Но если мы посмотрим историю, каждые 8-9, там максимум 10 лет есть кризис. Всегда. То есть экономика не может идти в флэт вверх. Даже как и дома не могут идти все время вверх. Где-то будет коррекция. Вот. И поэтому, что произойдет в ближайшее время, мы уже увидим в сентябре, будут койки изменения, связанные с разными изменениями, которые нам готовит правительство. Наверное, слышали про это. Вот. А также низкие моргиджи и увеличение покупателей на рынке, скорее всего, начнут продвигать рынок вверх. Кстати, недавно аналисты опубликовали несколько графов, которые я видел. Один граф, значит, который говорит о том, сколько иммиграция, прирост населения в Торонто. Торонто на первом месте в Северной Америке по приросту населения 75 тысяч человек в год. Теперь, если мы возьмем теперь рост цен, опять же, возьмем Берри. Предикшн фор Берри больше 5% в год, а при 6%. В Торонто 3%. В Хэмилтоне меньше 1%. То есть, надо просто смотреть на определенные места, что происходит. Но, в принципе, рынок в этом году намного лучше, чем был в прошлом году и позапрошлом году. То есть, на мой взгляд. Максим, а что происходит на рынке кондоминиума? Это, Алекс, то, что сказал, например, сейчас в Торонто предикшн 3%, это касается фрихолда. Это касается Эдерича. Да, потому что, ну, с Кондо совсем другая ситуация. Если помните, в начале года я ожидал, что будет немножко больше слова в этом году. Я, мой предикшн был, что это будет около 5-6% подорожания. Мы получили эти 6% только за первые 6 месяцев. То есть, сейчас уже понятно, что к концу года будет 10 и больше процентов подорожания. Преконстракшн очень стабилен, причем все направления. И в основном весь даунтаун. Очень сильно стал рост идти в районах, которые более отдаленные. Вот сейчас прямо на первое место, я бы считаю, вышел по подъему цены. Это ВОН очень здорово поднимается. То есть, наоборот. То есть, те районы, да, те районы, которые по Кондо, как бы, вот, долгое время, предыдущие, скажем, 5 лет, они показывали очень-очень умеренный рост относительно даунтаун. Они стали подниматься сейчас, и они сравнялись, а в некоторых местах даже перебили рост цен в даунтауне. Вот. Раскупается все быстро. Хорошие проекты продаются за 1-2 уикенда, плохие проекты, ну, похуже проекты, продаются за 2-3 месяца. Это продолжится и не только в ближайшие месяцы, а еще долго, в ближайшие годы, скажем так. А для инвесторов, которые инвестируют в кондоминиумы на начальном этапе строительства, для них очень важен рост рынка? Или они могут, в принципе, не волноваться? Я бы сказал, вообще не важно, да? Это тяжело, я понимаю, что это тяжело понять в это дело, поэтому, в принципе, мне обычно, когда клиенты приходят, мне занимается часа полтора рассказать, почему это не важно. Можно вкратце. Но вкратце это выглядит так. Вот представьте себе, давайте возьмем, там, типикал юнит, который стоит 500 тысяч долларов. Вот, допустим, идет все вверх, все хорошо дорожает. Если правильно выбран проект в той эрии, которая развивается, то это еще в Preconstruction Condo два составляющих. То есть это составляющая общего роста и составляющая непосредственно дорожания эрии из-за того, что у нее происходят какие-то глобальные изменения. Так вот, получается, что 5% общего роста и 5% эрии. Уже 10, так? Теперь смотрите, очень важен депозит. Когда рынок горячий, да, ты не получишь от девелопера вот те сделки, которые были раньше, да, нам с 5% депозита. То есть у нас вот за последние два с половиной года, когда горячий рынок, два проекта, где было 5%, да, а так обычный депозит 20%. Ну, допустим, мы договариваемся на наших випсейлах, что это будет 15%. Теперь они разбиты на, там, скажем, два года строительства. Соответственно, в среднем у человека вложено в проект, потому что сначала 5, потом 10, потом 15. То есть в среднем вложено около 10%. То есть тебе надо положить, скажем, за 500-тысячную квартиру 50 тысяч долларов. Мы посчитали, что у нас есть 5% рынка и 5% эрии. Допустим, нет рынка, да, то есть он стоит на месте. Значит, 5% эрии никуда не денется, потому что эрии разбивается. Если рынок плохой, так и на эрии может повлиться. Соответственно, подожди. Соответственно, 25 тысяч додорожает в год эта квартира только из-за поднятия эрии. Так? 25 тысяч – это 50% от того, что вы вложили. То есть вот инвестор имеет уже 50%. Так? Теперь смотрите, если рынок идет вверх, то это уже не 50, а 100. Но, понимаете, для инвестиций и 50% роста – это очень хорошо. То есть нельзя сказать, что рост рынка не играет роли никакой. То есть вопрос больше или меньше. То есть кто играет на… Кому важен рынок? Это спекулянты, которые сегодня купили, и завтра они хотят, там, через год они хотят это продать. Если рынка нет, то и эрия еще не успела подняться, потому что эрия более долгосрочная. Проект, например, строит 4 года, строится, а эрия поднимется за 4-6 лет. То есть это более долгосрочные инвестиции. Вот те, кто спекулирует, они, да, в группе риска. Но мы как бы не сторонники спекуляций, да, то есть мы сторонники более долгосрочной инвестиции. Поэтому нет. Опять же, вот Алекс сказал вопрос, а если рынок упадет? Если он упадет, замечательно. Ничего страшного в этом нет. На падающем рынке 100% появляются 5% делы. То есть ты покупаешь с 5% депозита, и никогда рынок не падает надолго. То есть он ушел вниз. Ты купил, положив очень-очень мало денег, да, застолбив эту цену. Ну сколько рынок может быть в яме? Ну 2-3 года. Ну 4 года. В Америке 10 лет уже сейчас. Потом, ну, Америка, мы говорили про Америку в прошлой передаче, там абсолютно другие причины всего этого было. То есть потом он начинает выправляться. И как только он начинает выправляться, идет подорожание очень сильное. То есть на круг, ну не зря статистика показывает, что за последние 50 лет в среднем недвижимость 5% в год дорожает. То есть ты все равно отыграешь. Но купил ты, если ты с маленьким депозитом, а вот этот маленький депозит, поэтому он играет роль на доходность инвестиций. Поэтому особой разницы нет. Да, конечно, приятно, когда рынок поднимается, но на любом рынке это работает. И поймать вот безумно поднимание. Мы же не говорим про инвестицию, которая месяц, два, три, год. Мы говорим про долгосрочный кусок, 5-6 лет. Соответственно, все равно мы это ловим по-любому. Алекс, вы упомянули изменения в законодательстве, которые произойдут в сентябре, где государство обещает беспроцентную суду до 10%. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, 7HC предлагает 10% на новостроящиеся проекты и 5% на ресейл. Практически государство хочет быть joint venture. Да, если будут какие-то убытки, государство, естественно, несет с вами убытки. Для этого есть 7HC, который, в принципе, это insurance. Но если будут подорожания, то и вы поделитесь этими подорожаниями и с государством тоже. То есть, например, если вы купили за 500 тысяч квартиру и вам дали 25 тысяч долларов, и потом вы продаете его за 600, то 5% от 600. То есть, вы внесли 25 тысяч. И государство за вас 25 тысяч. То есть, значит, вы вернете ему 30 тысяч, а не 25 тысяч. Где же беспроцентная? Окей? А если это поднялось за 2-3 года, так за 3 года 20%. То есть, все не так просто. Теперь посмотрим другой вариант. Мало того, в принципе, государство выступило как инвестор. Да. Государство вкладывает свои деньги в недвижимость. Но при этом умалчивается абсолютно, что моргидж платит человек, купивший. Государство ничего не делает, просто растет в деньгах. Да. Есть другая вещь, которая еще происходит. Кому положены эти деньги? Положено только тем, у кого доход на семью не больше, чем 120 тысяч долларов. Это, в принципе, большой доход. Это большой доход. Что можно купить сегодня в Торонто с доходом на 120 тысяч долларов? Много всего. Да, я расскажу. Домов невозможно купить, в высоком слове сидеть, правильно? Это стоит столько кондо. Кондо в определенных районах. То есть это может быть где-нибудь на Ист, в районе там Скарборо, ну и чуть ближе в этом районе. И в районе Уэст. Максимальная цена будет 565 тысяч. Это максимальная цена покупки. Окей, за 565 можно много чего купить? Квартиру. Ну, в Берри можно дома купить, выносили. Нет, я сейчас говорю про Торонто. Мы обсуждаем Торонто. Я сейчас обсуждаю Торонто. Да, я говорю сейчас про Торонто. Да, Торонто, во-первых, такие семьи, которые так получают, купить ничего не смогут. Обычно это семьи не с громадным доходом, это средний класс. Даже, может быть, ниже, чем средний класс на сегодняшний день в Торонто. А высокопрофессиональные, которые покупают конды, которые как раз живут, которые в этом хайпике работают, что я уже упомянула, они получают больше. Вот, им это не положено. Теперь, что касается Берри, уже другой вопрос. В Берри, да, можно купить и отдельно стоящие дома, это же Тукар-гараж дома, и там хаузы. И там, да, действительно, многие семьи вот именно с таким доходом. Там, да, будут покупать. Теперь что произойдет? Где же «но»? Что же произойдет? Когда начнут люди это все покупать? Цены поднимутся именно настолько же. Однозначно цены поднимутся. Вот именно на периферии, в Берри, в других городах. Однозначно поднимутся. Если сейчас появится, представьте, громадное количество людей, first-time homebuyer, они сейчас и так покупают в Берри, потому что они в другом месте не могут купить. И они сейчас многие из этого выжидают даже. Которые смогут купить и получить какие-то деньги, они получат их. И они все начнут покупать. А другие люди, инвесторы, и прочее, подумают, ой, сейчас будут подниматься и тоже начнут покупать. Отлично. И что будет тогда с рынком? В таких городах, как Берри, Сан-Кэтрин, там, Бауменвилл, вот таких вот городах, где можно купить в районе 500 тысяч, там, Китченер, вот там произойдет бум. Любое вмешательство государства вообще в свободный рынок, на мой взгляд, это плохо. И это не исключение, то, что они сделали сейчас. Ну, они очень, для себя они делают очень грамотную вещь. И для избирателей тоже. Да. Потому что, с другой стороны, мы помогаем, мы помогаем. Мы же много помогли. И очень хорошо, грамотно размещают свои деньги. Какие бонды государственные дадут такой процент, скажи? Ну, нереально, правильно? То есть государство держит большое количество денег в государственных облигациях и так далее, минимальной доходностью. Тут они прибавили, придумали очень хорошую вещь. Они будут их размещать в долевом участии с покупающей недвижимости. Да, кстати, АТАВа тоже. То же самое касается АТАВы. Там тоже именно в таком диапазоне цены. Максим, расскажите, а что нового на рынке финансирования? Со своей стороны вы что-то хотите? Ну, в принципе, Алекс много затронул, что ставки падают, да. То есть есть положительные сдвиги. Основного того, что мы ждем, я не думаю, что это быстро будет. То есть это, я ожидаю этого изменения моргич стресс-теста плюс изменение амортизации. Но это будет не быстрое все решение, потому что они очень консервативно и не хотят рывка цен. Поэтому думаю, что это вопрос следующего года, а может быть и дальше. Но вот новое на рынке финансирования, например, мы начали работать с одним очень интересным финансовым институтом, который раньше это было практически нереально. Когда ты покупаешь на Preconstruction, то ты должен закрываться, вот неважно, ты купил за 500 тысяч, а квартира уже 700 стоит. Все равно у тебя цена контракта 500, ты положил там депозит суммарный, например, 100 тысяч, тебе нужен моргич 400. Тебе не дадут от Market Value, тебе дадут от цены контракта только. Люди закрываются по этой цене, потом через полгода делают рефинансирование уже от цены маркета, и таким образом вытаскивают деньги. А сейчас появился финансовый институт, который прекрасно дает от цены Market Value. То есть что получается? Если ты работаешь с Preconstruction, ты положил, скажем, 50, 70, 100 тысяч долларов, и пришло время клоужинга. На клоужинге, вместо того, чтобы заплатить там Land Transfer, так и все, ты назад получаешь все, что ты положил, и вообще тебе ничего из кармана платить не надо, ты получил квартиру. На данный момент есть одна проблема, что эта программа работает только для Primary Residence, то есть Rental она не затрагивает, но вот финансовые компании, которые с нами работают, они говорят, что в августе они уже ожидают открытие этой программы для Rental. По ней ставки в районе 4,425, но это того стоит абсолютно однозначно, потому что вы получили назад очень крупную сумму денег, которую вы можете реинвестировать, все что угодно с ней делать. И даже в этом случае... Только реинвестировать, иначе налоги заплатят. Я бы... Нет, с моргиджа ты не платишь налоги, ты просто вытащил их. Если ты вытащил деньги, и это был инвестмент, если ты продал... Даже не продал. И все Рей смотрят, если ты вытащил деньги, это однозначно так, если ты вытащил деньги, даже сделал Helog и достал деньги, просто... Это не доход. Нет, не доход. Но если ты их достал для личного пользования, все Рей может распределиться как доход. Окей, мы говорим о том, чтобы вытащить деньги... И рефинансировать, тогда да. Да, и просто рефинансирование, с которым ты... Это то же самое, что ты кредитную линию получил. Максим, в ваших статьях вы всегда говорите о том, что самое главное для инвестора выбрать правильное место, где покупать конда. Какие районы вы сейчас посоветуете? Ну, смотрите, ну, место, да, я согласен, что это одно из самых главных. Нельзя сказать, что это только самое главное, что вот место, и все, в одном месте купил, и неважно, что ты покупаешь. Действительно, составляющих несколько. Место это одно из решающих. Нужно там, где все поднимается в цене, то есть где район идет по восходящей. Кроме этого, должен быть надежный девелопер, кроме этого, должны быть определенные квартиры, потому что в одних районах можно покупать одно, в других – другое, в третьих можно все подряд покупать. Поэтому действительно много составляющих. Если коротко, районов сейчас много, да, если коротко, наверное, если берем даунтаун, это даунтаун-ист, все, что находится в восточнее Дон-Уали, или около, ну, с западной стороны, но прямо около Дон-Уали, это все там, вот, где строится из Харбор, и так далее, этот все район, вплоть туда до бичи, Саша, идет. Это первый, миттаун очень неплохо, а если взять периферийные такие места больше, то, конечно, сейчас на первое место вышел вон, все, что в районе Дон-Сью аэропорта, вот это такие, ну, горячие точки для инвестиций. Ну, действительно, есть еще, но они больше такие точечные, не обширные. Алекс, а что вы посоветуете на данный момент начинающим инвесторам? Ну, несколько вещей я посоветую. Значит, первое, по поводу покупки, вот то, что мы говорили, когда покупаешь, важен ли рынок или не важен, если человек покупает правильно, то не важен рынок, как говорится, это действительно так, потому что, вот предположим, человек купил, скажем, даже кондо, он купил кондо, если у него брейк-ивен, то есть, по нулям выходит, или может даже быть чуть-чуть отрицательное, или, почему, около нуля, он должен задать себе вопрос, он сможет держать это кондо в следующие 10 лет, если что-то произойдет не так, потому что, обычно циклы вот идут по 10 лет, если да, то окей, он купил правильно, я не говорю про то, если он купил, что у него 500 долларов минус, и он говорит, что я тоже могу 10 лет держать, тоже, значит, правильно, понимаете, все зависит от ситуации, но если человек говорит, нет, по нулям, это очень риски, а там съезжают, это не для меня, значит, он должен найти такой инвестмент, который принесет ему больше кэшфлоу, например, не знаю, студент рентал взять, или взять там, дуплекс купить, то есть, это зависит от человека, насколько он готов продержать инвестицию 10, даже если он берет на флип, если он даже купил дом на флип, он должен быть готов продержать 10 лет, потому что он не знает, что произойдет тот момент, пока он ремонтирует этот дом, то есть, здесь вот именно составляющая спекуляции, это очень опасная вещь, и поэтому должен быть экзит-план, то что говорится, если вдруг что-то пошло не так. Второе, что я говорю людям, это образование, то есть, нас в школе не учили обращаться деньгами, не учили нас инвестировать, не учили нас развивать бизнесы, что нас учили? Нас учили trade time to money, все, что нас учили, то есть, вы учитесь, получите образование, пойдите в университет, закончите университет, идите работать, 40 лет отработайте, потом уж получите пенсию. Канада, она вообще вся направлена, вот так, как ты говоришь, вот это 99% людей живут именно так. Это не только Канада, это везде, это везде одинаковая примерно составляющая, 90-10 работает везде, вы знаете, что 5% людей владеют 95% капитала, так это происходит, и, к сожалению, нас этому не учат. Нас учат быть, в принципе, рабами, можно сказать. То есть, нас учат, это может быть громко сказано, но нас учат быть средним классом. Почему дети из семей среднего класса остаются тем же средним классом? Это генетически уже переходит. То есть, нас настолько в эту систему надо только учиться, вот учиться, только получать прошлое. Это не значит, что не надо учиться, всегда надо учиться, но надо еще и развиваться именно ваше персональное развитие, это вот именно ваше финансовое развитие. И для этого есть много очень книг, много очень семинаров. На ютубе есть полно интересных видео. Образовывайтесь, читайте это. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите мне, позвоните, я вам посоветую какие книги почитать. Придите ко мне, я вам расскажу, кроме того, если вам даже лень читать, ну, придите ко мне на семинары, там все расскажу. Вот, потому что, ну, я вам скажу так, не то, что хвастаться, но я прочитал колоссальное количество книг. как говорится, моя машина уже превратилась в библиотеку, то есть я не слушаю уже музыку, а слушаю аудиобукс, когда я еду. То есть я нахожу аудиобукс и еду и слушаю. Какие книги вы посоветуете? Главные три. Я скажу, с тех, кто только начал, это Киосаки «Богатый папа, бедный папа», Наполеон Хилл «Дума и богатей». Это тоже очень важная книга. И третья книга есть «Как перейти на четырёхчасовую неделю работать». Чуть языка не слышал, кстати. Есть книга, я тебе пришлю. Очень популярная книга, у меня дочка недавно прочитала и очень понравилась. Есть на самом деле очень много книг. Если вы в продажах, там есть другие книги, если вы хотите знать, именно как распределять финансы, почитайте Киосаки. Киосаки очень много есть книг. Но, кстати, вот именно Наполеон Хилл это то, что наши мысли материализуются, это очень сильная книга. Потому что человек, который желает преуспеть, он преуспеет. Если вы всё время думаете, я не могу себе этого позволить. То богатый человек скажет, «Как я могу себе это позволить?» А как вы думаете, любой человек может познать истину, как разбогатеть? Я не думаю, я знаю. Нас Бог не привёл сюда на землю, быть бедными. Все имеют одинаковый шанс. И всё зависит от человека. Просто не каждый человек припёрло, можно сказать. Понимаете? То есть, заметьте, очень многие, кто добиваются успеха, это люди, которым как бы уже нечего было терять. Очень часто происходит это. Да, я хочу вставить. Смотри, дело в том, что познать может любой человек. Но вот как я вижу, основная ошибка людей – это нерешительность. Вот человек понял, даже он всё понял, что это должно быть выгодно. Но у него остаётся в голове боязнь сделать первый шаг. Это не совсем так. Вот сделать первый шаг? Это лень. Это лень. Я не знаю, лень или лень. Я вам приведу пример. Я бы сказал, что это боязнь. Вот начинается Новый год, все записываются в спортзал. Все записываются в спортзал. А кто ходит? И ходят первую неделю-две. На этом все фитнес-купы живут. Да, и на этом всё заканчивается. Понимаете? Потому что люди в комфортной зоне говорят, я завтра пойду. Алекс, но касательно инвестиций, всё-таки я думаю, что многих останавливает боязнь именно. Нет, это лень. Это лень. Боязнь — это, может, составляющая этой лени. Потому что он находится в комфортной зоне. Он работает на работе. Оба работают на работе. Приходят домой, включают телевизор. Что им ещё надо? Они думают, ой, надо заниматься этими тенантами и прочими. У меня были случаи, люди, которые так думали, а потом в итоге начали инвестировать. Создавались 2-3 тысячи долларов кэшлоу, особенно кто начали покупать раньше. Их увольняли. У них оставался какой-то запас пережить. Они были на нуле. Понимаете? На нуле. Очень просто вам скажем. Вот предположим, сколько человеку надо в месяц, чтобы прожить? Ну, какие-нибудь, скажем, 6 тысяч. Скажем, 6 тысяч. Нет, я говорю, в среднем прожить. Я не говорю, как-то шикарно. 6 тысяч, допустим, возьмём 6 тысяч, да? На семью. На семью, да. 6 тысяч. 200 долларов в день. Это то, что нужно человеку, чтобы прожить. То есть, если у вас есть инвестиция, которая вам приносит 200 долларов в месяц, значит, у вас один день вы можете уже прожить не работая. Правильно? Если она вам приносит 600 долларов в месяц, 3 дня вы можете прожить не работая. Если она будет приносить 6 тысяч долларов в месяц, вы можете не работать. Ну то есть в этом заключается финансовая свобода. Сразу приходит? Нет. Многие думают, надо покупать дома только на кэшфлоу. Это тоже не совсем правильно. Кэшфлоу это инструмент, который позволяет вам пережить колебания рынка. Вы покупаете прежде всего из-за апрешейши и за то, что вы используете леверидж деньги других банка. Вам банк дает бесплатные деньги, сегодня 2-3%, инфляция сегодня 2-3%. Вы купили дом или квартиру сдали, люди снимают, моргенч идет вниз, она идет вверх. А вам это кэшфлоу позволяет делать мелкие ремонты, пережить изменения, падения рынка, чтобы в итоге получить деньги через 20 лет и на них жить. Максим, ваша компания постоянно активно развивается. Есть какие-то новшества, которыми вы хотите поделиться с нами? Да, однозначно. У нас все время какие-то изменения происходят. Во-первых, это не одна компания, у нас группа компаний. И меня в основном знают как брокера, который занимается именно инвестиционными сделками с pre-construction content. Действительно, если компания разрастается, уже полтора года как это полноценный брокерич. То есть у нас есть агенты, которые продают, покупают, просто людям для себя дома. И тут мы тоже продвинулись. То есть в последнее время мы, буквально несколько месяцев назад, мы закончили делать систему, которая помогает очень продавать дома. И особенно это важно на таком рынке, как сегодня, когда агентам надо попотеть изрядно, чтобы продать, получить ту цену, которую максимальную цену. И ставка была именно сделана на интернет. То есть если агенту обычному, скажем, как правило, они не делают это агенты. То есть агенты привыкли что? Стейджинг, опенхаус, реклама в МЛС, ну и в лучшем случае еще где-нибудь в газетах, которая вообще не работает. Мы переняли немножко эту систему с того, как у нас работает на Preconstruction все. То есть сейчас интернет это великое как бы новшество. Сейчас уже давно. Да, давно. А в чем суть системы? Суть в том, что огромное количество интернет-ресурсов, но если ты физически будешь расставлять там рекламу, то просто никакого времени не хватит и так далее. Поэтому мы сейчас используем программу, которая в один клик буквально позволяет, это custom made, то есть это для нас программисты сделали, в один момент просто буквально завалить весь интернет, причем целевые ресурсы. То есть если это район там в русскоязычном, дом в русскоязычном районе, то соответственно пойдет более целевая направленность на русскоязычную публику и так далее. Там очень много. Google это умнейшая программа, да, то есть используя встроенные функции Google можно очень здорово рекламировать. Вот мы как бы сделали ставку на это и... С Google, да, в основном? Да, в основном с Google. И я скажу, что результаты превзошли даже мои ожидания. То есть великолепно стало работать и действительно... Я использую саму только в Facebook. Там есть хитрости, там много разных ресурсов соединили, но работает. К сожалению, время передачи подошло к концу. Большое спасибо за такую мотивирующую передачу. Спасибо, что были с нами. Встретимся через месяц. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!